Что такое заказная записка? В некоторых храмах, кроме обычных записок о здравии и о покоении, принимают заказные записки. Заказная обедня о здравии с молебном отличается от обычного поминовения о здравии тем, что в дополнение к изъятию частицы из просфоры, что происходит при обычном поминовении, диакон гласно читает имена поминающихся на ектении, а затем эти имена повторяет священник перед престолом. Но и на этом не оканчивается поминовение по заказной записке. После окончания литургии о них возносится молитва на молебне. То же происходит и на заказной обедне о упокоении с панихидой. И здесь, после изъятия частиц с названием имен усопших, диакон гласно произносит на ектении их имена, затем имена повторяет перед алтарем священнослужитель, а затем усопшие поминаются на панихиде, которая происходит после окончания литургии. Сорокаусты – это молебен, который совершается церковью ежедневно в течение сорока дней. Каждый день в течение этого срока происходит изъятие частиц из просфоры. Сорокаусты, пишет святой Симеон Соломский, совершаются воспоминания вознесения Господня, случившегося в сороковой день после воскресения, и с той целью, чтобы и он, умерший, восстав из гроба, вознесся навстречу судьи, был восхищен на облацах и так был всегда с Господом. Сорокаусты заказываются не только о упокоении, но и о здравии, особенно у тяжелобольных. Молебен – это особое богослужение, при котором просят Господа, Богородицу, святых, о неспослании милости или благодарят Бога за получение благ. В храме молебны совершаются перед литургией и после нее, а также после утренней и вечерней. Общественные молебны совершаются в дни храмовых праздников, на Новый год, перед началом учения отроков, при стихийных бедствиях, в нашествии на племенников, при эпидемиях и других случаях. Другие молебны принадлежат к частному богослужению и совершаются по просьбам и нуждам отдельных верующих. Часто во время этих молебнов происходит малое освящение воды. Записка на молебен начинается с указания, какому святому возносится молебен. Пишется о здравии он или о упокоении, затем перечисляются имена тех, о ком будет возноситься молебное пение. Когда будете подавать записку на молебен, скажите служителю, заказываете ли вы водосвятный молебен, в этом случае совершается малое освящение воды, которое потом раздается верующим, или же обычной, без водосвятия. Можно заказать поминовение живых или усопших на месяц, на полугодие, на год. В некоторых храмах и монастырях принимаются записки на вечное поминовение. Если вы подали заказную записку, то имена, написанные в записках, произносятся на молении вскоре после чтения Евангелия. По окончании Евангелия начинается усиленное ектение, общий вопль к Богу, троекратное «Господи помилуй». Диакон призывает арцем, то есть, да скажем, будем молиться, говорить, все от всей души и от всего помышления нашего арцем. В двух прошениях мы усиленно просим Господа услышать нашу молитву и помиловать нас. Господи, Вседержителю, Божий Отец наших, молитесь, то есть молится Тебе, услыши и помилуй, помилуй нас, Божий. Все, находящиеся в храме, просят о патриархе, о епископе, о священнослужебном братстве, притче церковном и о всей во Христе братьей нашей, о властях и воинстве. Церковь молится о милости, чтобы Господь умилостивился над нами, о жизни, мире, здравии, спасении, посещении, то есть, чтобы Господь посетил, не оставил своими милостями, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, братья и святого храма сего. В последнем прошении, сугубо ектении, диакон усиленно призывает помолиться о плодоносящих и доброделающих во святом и всечестном храме всем, труждающихся для храма, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Бога великие и богатые милости. Плодоносящие и доброделающие – это верующие, которые приносят в храм все необходимое для богослужения, елей, ладан, просфоры и прочее, которые жертвуют деньгами и вещами на благолепие храма, на содержание труждающихся в нем. В определенные дни за сугубо ектении следует особое ектение об умерших, в которое мы молимся за всех усопших отцов и братьев наших, просим Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, простить им все прегрешения, вольные и невольные, упокоить их в селениях праведных и признавая, что нет человека, который бы не согрешил в своей жизни, «Умоляем Господа даровать нашим усовшим Царствие Небесное, где все праведные упокоиваются». Во время ектении диакон произносит имена тех, кто указан в заказной записке, и призывает на них благословение Божие, а священник читает молитвы. Затем священник произносит молитву перед престолом, громко называя имена из записок. Обычай чтения записок с именами во время сугубой ектении идет еще с древних апостольских времен. Диакон поминает диптихи Сирич, помянник усопших. Диптихи – это две таблички, сделанные из бумаги или пергамента, сложенные, как скрижали Моисея. На одной из них писались для чтения во время священнодействия имена живых, на другой – усопших. Источник. Как правильно подавать записки о здравии и о упокоении.